Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Глядя на то, как моя героиня легко и грациозно появляется на сцене, кажется, что все в ее жизни легко и просто. Отнюсь, внутри этой девушки настоящий стержень и все в своей жизни она делает вопреки. Знакомьтесь Дианам Хитарян. Щелчок магнитофона, первые ноты и мир вокруг – один сплошной танцпол. Как говорит сама Диана, а там хоть поток. Танцуй, твердило ей сердце, и этот голос оказался куда громче родительских табу. Там бы не приняли, не поняли, и там это не разрешалось мне категорически. То есть передо мной стоял вопрос. Нет и все, выбирая ли танцы или мы, родители. Серьезно. И это при том, что родители Дианы и ее бабушка сами музыканты, а прадедушка был писателем, а позже открыл школу инструментальной музыки. Стоит ли удивляться, что она так явно представляла просторный зал в зеркалах, где будет отражаться каждый порыв ее души. Прийти, и чтобы это был мой зал, чтобы мне никто не говорил, вот пора уже идти, и Диана, время, выключай свет, выключай музыку. Диана родом из солнечного Самарканда, ровесника Древнего Рима. Может, отсюда и привычка все делать основательно? Настолько уверенный в себе человек на сцене, что я иногда в жизни себя завидую, когда смотрю на видео себя, думаю, господи, почему я не такая? Она и сама, как бесконечный чувственный восточный танец. Все мысли и переживания безутайки. Но сколько бы ни прилетал этот бумеранг, черствее душа не становится. На тебе, я получаю. Вот, это мне все говорят. А когда красивым и успешным было легко? Я все время ловила себя на мысли, что провожу аналогию со Смиральдой из романа Виктора Гюго. Прикованные взоры разинуты рты. И вот она, как тонкая оса с обжигающим взглядом, порхает под аплодисменты толпы. Бойкая, сильная и бесконечно добрая. Вообще, в танцах, если говорить на чистоту, меня не поддерживали никогда. Мне было тяжело. И как бы, как-то это все время считалось как несерьезный вид деятельности. И зачем тебе это надо? Ты восточная девушка и все такое. Шаг за шагом, как первый луч бутон цветка, она раскрывала в себе загадку, спрятанную внутри каждой женщины. И трудно сказать, узнала бы Рязань или любой другой город и медианым хитарян, если бы родителям не пришлось переехать в Россию. Мама собирала всех соседей, бабушка. Нет, папа не смотрел, папа ругался бы, я боялась его, пока папа был на работе. Мама, бабушка, соседи, когда им надоело, я бегала к Рыгызстану, там есть Рыгызстан, и танцевала там для людей. Рыгызстан Я не так хорошо знаю армянские традиции, но и в нашем городе начать зарабатывать еще со школы, сродни подвигу, тем более для девушки. Фитнесы, залы, уроки на дому, она смело и уверенно бралась за все, что предлагали. Мама была очень против, я скрывала это все от родителей, и выходила танцевать. И я помню, я заработала первые свои две тысячи, тогда это были большие деньги, я купила маме куртку. Разговор с родителями был непростой, и нужно отдать должное их мудрости. Они сумели сохранить лучшие традиции своей семьи и позволили дочери внести новые, возможно, сильно обрусевшие, но красивые и востребованные. В 14 я начала преподавать, но в 16 лет уже я стала какой-то такой популярной, мне стали все звонить и приглашать везде. И я тогда поняла, что, ну, значит, я, наверное, что-то как-то умею. Сегодня Диана готовит профессионалов. И, как видите, главная мечта сбылась. Есть зал с зеркалами и куча детей и взрослых, которые усердно повторяют сложные движения, отрабатывают технику и живут ожиданием нового занятия. Для меня самое главное, чтобы человек сходил с ума от этого, балдел, как я и этого человека. Я уже начинаю балдеть от этого человека, и все всегда получится. Ее собственная история, как добрая сказка. Еще в детстве она увидела на кукле-подруге красивое платье. Но вместо того, чтобы молча завидовать, взяла в руки ножницы и нитки. Вот результат. Сегодня Диана Мхитарян сама, как дорогая фарфоровая кукла. Она модный дизайнер. Каждая бусинка пришита своими руками. Сами движения – только танец. А вот оригинальный костюм плюс майкап и мастерство управлять своим телом – это уже искусство танца. Бывает под музыку, когда думаешь, вот слышишь музыку, думаешь, о боже, какая музыка. Я даже представляю постановку и костюм. Танцуют действительно по велению сердца. Когда плевать, сцена – это или два квадратных метра вдоль дивана. Когда цель – не призовое место, а степень мастерства. Я сейчас не побоюсь сказать, в Рязани меня не любил никто. В том числе и члены жюри добавляет Диана. И после язвительных взглядов и даже откровенного негатива ей было вдвойне странно слышать свое имя в числе победителей. Ну, из последних – это Кубок мира. Я заняла бронзу, третье место среди профессионалов уже в серьезной уже общероссийской организации танцевальной. В ее собственную студию заглядывают и барышни, которые просто хотят похудеть, и малыши, которые спят и видят себя в платье с блестками. И те, и другие – удовольствия отдельные, особенно если в творческий процесс невольно вливаются родители учеников. Очень-очень стараются для своих детей, очень их тянут вперед, помогают шить костюмы. Если надо с ребенком ночевать, они будут с ребенком ночевать. Если надо уйти с работы, они уйдут с работы. Низкий им за это поклон. Я завидую и думаю, почему у меня не было так. Ну, нет, они молодцы, они и серьезно ко мне относятся, и к детям, к своим. Если о ее собственных мечтах, то планы глобальные. Вот где найдется место и коренным восточным традициям. Ну, кто бы подумал, что длинноногая стройная девушка готова пожертвовать маникюром и сутки напролет возиться в саду. Только для того, чтобы увидеть, как из маленького зернышка родится новая жизнь. И тут без большого дома, видимо, не обойтись. Ну, вы угадали, да, моя мечта. Чтобы хватило места всем бездомным собачкам, говорит моя героиня. Еще одно откровение. Диана не относится к акулам шоу-бизнеса, которые все измеряют величиной гонорара. Она без конца устраивает благотворительные концерты для всех, кто в этом нуждается. Конечно же, я хочу свой личный приют, чтобы пришла и там вот эти собачки, ты понимала, что ты помогла им, и тебе становилось легче как-то на душе. Ее собственную душу, кажется, способна вылечить только музыка. Я подпитываюсь, я с ума схожу. Если публика шикарная, публика тебя принимает. Там есть такие люди, которые сидят, кушают, а ну там, танцуют, ладно. А люди, которые вот так вот хлопают, давай сфоткаемся, давай это, давай то, которые кричат. Я обожаю такую публику. Наоборот, я оттуда беру энергию. Даже если я приду выжатая, как лимон уставшая, все равно. И что бы кто ни говорил, наши люди даже на веселе способны оценить прекрасное культурное. Ну как вы, красивая девушка, танцуете, господи. Если он подойдет, он подойдет максимум поцеловать столку. Кстати, о руке. Она, как и сердце, пока свободна. Вот только принц любой не подойдет, не потянет. Я хочу минимум трех детей. Вот, но если еще мне положение позволит, то я еще возьму с детдома, потому что я не вижу разницы между своими детьми и чужими. Дети – это дети. А это еще минимум четверо. Подытожим. Большой дом, приют для животных, куча ребятишек, целый сад цветов и возможность заниматься любимым делом. А это и танцы, и техники макияжа, и мехенди – роспись по телу хной. Если есть смельчаки, то вот краткое описание идеала. Он высокий, у него темные волосы, не черный, просто брюнет, ну, какие темно-русые. Он очень добрый, хороший. Он также кормит собак на улице, как и я. Ну, и мне не важно, кем он будет работать, кем он будет. Мне главное, чтобы он был очень порядочный человек. Сама Диана – как редкий алмаз, который еще не успел засверкать всеми гранями. Ей дана фигура, а она не боится испортить ее материнством. У нее есть возможность заниматься любимым делом, а она думает о бездомных животных и людях, которые нуждаются в помощи. Ей запрещали танцевать, а она и тут стала лучшей. Мне кажется, если я буду жить в Москве, я буду представлять Рязань, скорее всего. Потому что, ну, здесь моя студия, здесь мои ученики, здесь я начинала, здесь мое все, как я могу не представлять наш город. Она как золушка, которая попала на свой бал только благодаря труду и усердию. И я от всей души желаю, чтобы нашелся настоящий принц с туфелькой, дворцом и желанием смотреть, как она танцует. Редактор субтитров А.Семкин